доброго времени суток дорогие друзья микрофона никита сегодня мы играем в карьес мод троллейбус fs сегодня я вам покажу как запустить а ксм 101 погнали за давайте отсюда запускать хочу отсюда ну вот мы запустили точнее не запустили поставили можем поставить штанги теперь берем в руки реверсивку на правую клавишу мышки жмяком у нас появляется такая табличка это если вы хотите поменять табло и его вы нужно менять со всех сторон вот с этой стороны нужно поменять с этой стороны нужно поменять и с этой стороны у ёпта еще и здесь не ну конечно можно вообще там я не помню как то можно брать а по-моему ладно я не помню но как-то поменять сейчас покажу а по центру пассажир мякнуть вот так то брать вот так менять стук таблички кому надо можно люки пооткрывать это по желанию то есть это просто фишки такие кстати этот почему-то нельзя открыть можем также эту дверку открыть а теперь погнали к запуску вот сюда ставим наши реверс и можем перевести его вперед ну 90 за рулем то же самое дело главное вставить так сдали далее 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 можем садиться на русскую м английскую вы отпускаем ручник так ну можете нажать 0 если вы еще не перевели на передний ход кстати забыл упомянуть о всех видео переводить ход можно только при опущенной педали пуска и тормоза то есть когда не в нулевом положении сбить их можно на альт короче запускаем автоматический выключатель питание печи салона питание ротор компрессор питание высокого напряжения вот это все эти три ящики они обязательны теперь запускаем аккумуляторную батарею и гидроусилитель руля дальше можно включить штангу ловитель полезная вещь может мало ли он вам когда-то поможет далее выключатель управления это обязательно мотор компрессор обязательно зумер на ваше желание то есть если вам нужна эта печалка которая будет типа сигнализировать полно без точки и слет это может включить ну ее можно также я обычно включу дальше это уже по вашему желанию советую вот эти все печки вентиляторы будут советую не включать уж это старая техника и здесь нету системы проезда кнопка уж тут нужно под газом и холостым выходить так что все эти печки освещен печки пропускаем освещение можем включить вот так вот так же маршрут указатель включу и приборы освещения теперь смотрите можно открыть на четверку на четверку можно открыть вот эти вот дверки на пятерку можно закрыть то есть четыре открывает их пятерка закрывает так ну а первую дверь собственно на 1 на 1 открывается и закрывается насчет информатора сразу на сурске к сожалению здесь нету информатора но сейчас и его покажу вам как включать совсем забыл ручник поставить так берем рукоятку вот здесь есть включить выключить вот включаем у нас светится теперь сюда вот если нажать сюда то он проиграет но информатор нету можно вот нажимаете сюда выбирайте маршрут можно смотреть сюда также чтобы понимать какой маршрут вы выбрали и и когда выбирайте выбрали маршрут нажимать еще раз сюда перечислить маршрут и все а дальше на проиграть надеюсь надеюсь объяснил надеюсь вы поняли так отпускаем и не знаю страшно ехать потому что боюсь что что то забыл нет я ничего не забыл можем ехать так здесь нам нужно под газом собственно на маневровый вы под газом не пройдете то есть нужно вторую педаль пуска включать и только тогда вы пройдете а таранчики вот собственно я вам показал так чатан вот спидометр я в нем не очень хорошо разбираюсь плане что точно в нем точного числа в нем сложно узнать хотя некоторые понимают это общем проходим перекресток надеюсь не слетим кстати этот ролик достаточно боится перенапряжение то есть может вылететь этот ящик если сейчас включу четвертую педаль пуска он вылетит он сто пудов вылетит но и на тройке он ехать не хочет то есть включая четверку так по вашу держится хотя ехать он все равно не торопится ничего сказать отпускаемся уж извините меня машинки но другого пути у меня нету я даже наоборот еще или звук и это конечно но извини мы тебя отключу твою штангу вот у нас и ящичек выключился заново просто включаем его ничего локти скольчу мы никуда не тронемся что ли да ладно я не думал что он такой слабый короче пробуем опять можно со второй педали пуска начинается третье лучше начинать третье добавлять по ходу можно но главное и меня задолбал вырубаться так 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 назад долбаные машины короче ясно я понял безвыходная ситуация не думал что к этому прибегну а я еще и тут застрял так я сюда заеду я боюсь налево интересно кто-то просто может не хочет чтоб я снимал стой стой останови ста да да что то непредвиденный поворот событий ну ладно в общем продолжаем как ни в чем не бывало так здесь все нормально да тогда все набираем ходу давай 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 да ребят учтите этот ролик достаточно слабенький то есть нужно заранее набирать скорость чтобы забраться а теперь я ее под сброшу чтоб стрелок на стрелке не слететь это у нас зумер пищит если что есть еще кстати после второго после второй педали тормоза есть также еще пневмо тормоз он у вас будет работать в любом случае электро тормоз только только собственно когда электричество есть так пройдем на холостом пожалуй вот я щас не газовал мы на холостом прошли так ну тут катимся вот там еще зелененький впервые за эти серии да здесь тоже разгона под наберите достаточно сложно этой техникой порой управлять но у меня получается так все нормально да извините если долго молчу в принципе я в любом случае уже все показал это чисто по катушке а слетели вторая слетела все те контролируется штангу ловителем но они не не опустились сейчас объясню почему вот я скажу после второй педаль тормоза пневмо тормоз вас спасет всегда чуть за звук был короче опустить правую штангу и опустить левую штангу а так смотрите на клавиатуре у вас есть да это работает на клавиатуре короче есть русская буква х и твердый знак такие скобочки вот на них можете опускать вот на х левую на твердый знак правую ну так то не опустились ну кстати можем люк открыть закрыть да так но в любом случае мы сейчас летели сейчас поставлю ну ручник уже забыл поставить ничего страшного в принципе планшп он нас не задавил да ладно не это уже тогда превращается в какой-то челлендж поставь штанги на ходу в суровых условиях порой с таким челленджем справляются водители даже если не хотят ну и все закрываем дверку можно ехать да вы на приколе я на без точки встал а походу я в этом видео просто ходячий фэйл о цари ну все даже не пришлось его толкать он просто тупо откатился и все ребят я не знаю почему я в этом видео просто ходячий фэйл напоминаю старый тралик тут нужно проходить стрелки на холостом или подгазом подгазом налево на холостом направо сейчас пройдем направо и вот мы все прошли спустимся туда откуда мы уже не поднимемся у нас даже компрессор заработал все в принципе можем выходить кстати вот такой звук компрессора вот он накачал воздух по мне это самый прикольный звук компрессора вот ну в общем собственно все я надеюсь я вам все показал все объяснил если вы что то не поняли или хотите что то спросить то вы можете без проблем написать это в комментариях а я обязательно отвечу ну а с вами был никита до новых встреч друзья ждите новых роликов до новых встреч вот